Приветствую вас. Я думаю, что многое вы поймете сразу же после того, как прослушать мой ответ. Я думаю, что многое вам станет ясно из моего ответа. Ну, просто потому что вы увидите, сделаете вывод определенный, да? Вот, соответственно, я буду рад послушать вам некоторым таким, грубо говоря, винтиком. Я буду рад послушать вам некоторым, ну, неким таким маячком, вот, в понимании и в решении своих проблем. Вот, хотя я выступаю исключительно против того, чтобы как-то вот считать универсальным чей-либо опыт. В первую очередь хочется сказать, что вы сами понимаете, что вам нужен психолог, и, на мой взгляд, у вас очень хороший запрос на психотерапию, которой вам нужно заниматься. Понятно, что нужен анализ, то есть, анализ вашего состояния, в том числе физического, что вы можете, что вы не можете, вот. Зона ближайшего развития и так далее. Ключевой момент в том, что вы чувствуете себя униженной, вы чувствуете себя угнетенной и постоянно чувствуете вины. Униженность это, в общем, выбор человека. То есть, вы выбираете сами чувствовать себя униженной. Не потому, что кто-то вас унижает, нет, на самом деле, унизить человека невозможно. Но, если вы готовы к тому, чтобы чувствовать себя униженной, если вы сами к себе предъявляете некоторые условия, если вы требуете от себя соответствовать определенным нормам, если вы стремитесь к тому, чтобы быть нормальной, вот, чтобы это не значило, то, да, вам в какой-то степени будет достаточно тяжело, и это, в общем-то, существенная правда, потому что нормы не существуют. Вот, но вы сами придерживаетесь вот этой самой нормы и не хотите ее достичь, потому что этой нормы достичь вам невозможно. Не потому, что у вас есть какие-то особенности физического состояния, нет, а именно по той причине, что норме не способен соответствовать ни один человек. Но люди пребывают в иллюзии относительно того, что они этой норме соответствуют за счет неких унифицированных моделей. Вот. То есть, вы выбираете сами, Наталья, считать себя униженной. Это ваш выбор. И угнесенный. То есть, тоже. То есть, здесь идет выбор акцентировать свое внимание на том, что у вас не так. Но о том, что я не могу. Но не на том, что с вами так и что я могу. То есть, обратите внимание, да. Недостатки, которые в рамках общего биологического вида, общесоциального контекста ничем не отличаются от недостатков других людей. Да. Вот. В общем-то, вы этим недостаткам придаете значение явно больше, чем они имеют на самом деле. Потому что недостатки здесь у вас окрашены некой борьбой. Да. То есть, борьбой, непринятием, ощущением, что это во мне постыдно, я отличаюсь и так далее. Вот. Да, вы отличаетесь. Это правда. Но... Отличаетесь ли вы больше, чем любой другой человек? Наверное, нет. Отличаетесь вы только тем, что у вас нет возможности создать иллюзию того, что вы такая, как все. Такая, как другие. Вот. У вас нет такой возможности. Но, в остальном, вы ничем не отличаетесь от других людей. И это очень важно понимать. Что касается чувства вины, то здесь, вообще-то говоря, эм... Игнорирование выбора других людей. Что это для вас делать? Вот. Собственно, вот эта вот непохожесть на кого-то, она является для вас недостатком только потому, что вы считаетесь ее недостатком. Если бы вы считали ее достоинством своим, то и люди окружающие видели бы это достоинство. Но здесь ключевой момент заключается в том, что вы не имеете какой-либо цели. То есть, есть чувство, что вы ориентированы на людей. Нет ощущения, что вы ориентированы на какие-то свои ценности. Например, на учебу, на развитие, на, допустим, научную деятельность, на, допустим, при внесении, при умножении каких-либо ценностей. Да? Нет. Проблема в том, что вы ничего не пытаетесь сказать миру. И... Все. Вы... Ничего не даете людям. Просто так. Я понимаю, что вы хороший друг, но вы говорите, что ваши отношения с противоположным полом завершались из-за вашей верности, из-за вашей доверчивости, из-за вашей наивности. Знаете, вот я это вижу так, что вы стремитесь раствориться в партнере, честно говоря. А никому это не понравится, когда в нем пытаются раствориться. И, естественно, это не нравится и вашим молодым людям. То есть, вы пытаетесь заменить свою жизнь в жизни другого человека. Так. Ну, не получается. Хорошо, что не получается. Так вы получаете надежду на то, чтобы стать кем. Так вы получаете надежду на то, чтобы что-то значить. Что-то значить самой по себе. Я уверен, что вы на это вполне себе способны. Дальше. Значит. Так. Факт рождения, если доставило столько проблем. Ну, факт того, что вы родились и доставило столько проблем, это, конечно, довольно серьезная тема. Потому что почему-то вы берете ответственность на себя за тех людей, которые вас, в общем-то, привели в этот мир. Я стихняюсь, конечно, в кавычках, спросить, откуда у вас подобная идея. То есть, откуда у вас идея о том, что это вы ответственны за то, что пришли в этот мир. Нет, я могу, конечно, представить себе. Я достаточно легко, на самом деле, могу себе представить, как вы к этому пришли. Вот, к этой идее, что вы ответственны за то, что родились. Эту идею в какой-то степени внушили вам ваши родители, в частности ваша мать. Которая имеет определенные трудности с восприятием вас. Вероятнее всего она у вас видит свои недостатки, скажем так. Я думаю, что это достаточно такой очевидный момент. Он этот момент сам по себе сомнению, на мой взгляд, не подлежит. Но, безусловно, вы, скорее всего, нуждаетесь в том, чтобы в этом убедиться. Потому что я не настолько наивен, чтобы думать, что вы мне просто поверите на слово. Хотя это было бы неплохо. Так что мне бы хотелось здесь узнать, как вы пришли к такой, ну, наверное, интересной идее о том, что вы ответственны за то, что родились. Вас обвиняют в том, что вы доставляете слишком много хлопот. Но какова природа этих хлопот? Именно природа. Кто ответственен за эти хлопоты, например? Кто за них отвечает? То есть этот момент он как-то вот совершенно не рассматривается. И у вас, получается, отсутствует критическое мышление. У вас этого критического мышления, получается, нет. Раз вы, ну, вот, принимаете, принимаете, раз вы принимаете эту, эту позицию, позицию своих, своей мамы. Вот, относительно природы вашей, ну, проблемы, да, относительно природы вашего состояния и так далее. То есть, вообще-то говоря, достаточно сложно чего-то достичь и еще достаточно сложно что-то делать, если себя не принимаете. Ну, а вы, и вы себя, как раз таки, не принимаете. Дальше. Значит, с утешением являются книги, люблю литературу, написание рассказов вообще не выражены на интернете. Так, ну, здесь это выглядит как просто побег. Здесь это выглядит как просто побег. Опять же, непонятно все с вашим физическим состоянием, развиваете ли вы его как-то или нет. Только друзья рано или поздно уходят, и это нормально. Ну, нормально, если уходят детские, детские друзья. То есть, друзья с детства, это нормально. Если уходят друзья более-менее взрослые, это уже не совсем нормально. Это говорит о том, что вы как-то не совсем корректно выстраиваете отношения с людьми. Я бы, я бы так на самом деле выразился бы. То есть, это говорит о том, что между вами и людьми недостаточно общего, чтобы они, люди, хотели с вами оставаться. То есть, вы для них становитесь некоторой такой, эээ, ну, абузой, да. Но абузой не в смысле того, что вот вы абуза, а абузой в смысле того, что вы начинаете людей тяготить. И нет, предупреждая ваш вопрос или ваши высказывания, нет, это не связано с вашим состоянием от слова совсем. Это связано исключительно с поведением, это связано с тем, исключительно как вы себя ведете. Вы можете мне не верить, но любой, любой, абсолютно любой человек, который обладает некоторыми проблемами, он, этот человек, может также тяготить. Как и, собственно, тяготите вы. То поэтому связи никакой нет между вашим состоянием и тем, 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 что вы тяготите. Дальше. Значит, тяжело отпускать. Почему? Множество комплексов, панельчик и цаха абсолютно остаются одной, без бабочки, мамы, папы, младшего, брата. Ну, это неприношение своей беспомощности, ощущение своей беспомощности и сведение ценности людей как к некому средству обеспечения вашего комфорта. Связано это с тем, что вы свою ценность так видите. То есть от того, как вы воспринимаете себя, зависит то, как вы будете воспринимать других. К слову, отношения с родителями не идеальны, хотя я их очень люблю, но чувствую, что между нами пропасть. Ну, вообще-то это нормально, что между нами пропасть. Вот, да и то, что отношения не идеальны тоже нормально. А вот с любовью я бы на самом деле здесь поразбирался, что такое любовь, что значит любовь. Мама поднимала на меня руку, я её с детства боюсь. Ну, это скорее опять же, вот именно страх, да. В данном случае мне кажется, что речь идёт про некое, ну, может быть, некоторое согласие с тем, как мама вас видит. Я думаю так. То есть наиболее неприятно и страшно здесь не то, что мама поднимает на нас руку. Хотя, это тоже безусловно, безусловно, неприятно и тяжело. А страшно здесь то, что каждый раз, когда мама поднимает на вас руку, вы вспоминаете о том, кто вы, что вы из себя представляете. Это напоминает вам о вашем положении. Вот. Я думаю, что в этом, ну, основная трудность, я думаю, что в этом основная проблема заключается. Поэтому вы её боитесь. С папой общения толком нет, хотя она очень добрая и живёт с нами. За этот день мы можем сказать друг другу лишь привет и спокойной ночи. Ну, вообще, странно, если у вас такой добрый, как вы говорите отец, почему практически отсутствует с ним общение. Если здесь какая-то роль мамы или это, или это чисто, чисто, ну, чисто ваше, чисто ваше взаимодействие. Это на самом деле такой достаточно важный, мне кажется, момент, потому что там, как бы, ну, я думаю, что вы понимаете и чувствуете, что из-за такого дистанцирования от отца у вас, в принципе, вполне себе могут быть трудности с противоположным полом. Потому что если вы чувствуете, например, что ваш папа вас отпрыгает, то, ну, соответственно, мужчины здесь нужны, ну, именно, вот, мужчины нужны для того, чтобы продемонстрировать вам, продемонстрировать вам то, что вы достойны любви, то, что вы достойны хорошего отношения. То есть это какая-то попытка завоевать у мужчин внимание, что, на мой взгляд, ну, такой себе мотиватор, такой себе стимул. Дальше. Были отношения с мужчинами примерно по два года, но расставались с моей доверчивости, верности, привязанности и физического состояния. Нет, физического состояния – это нет, там все, мужчины с вами начинали знакомиться, они с вами общались, вы даже отношения с ними имели. Поэтому нет, физического состояния – это не причина, вот доверчивость, верность и привязанность – это да. Безусловно, понимаю, что гармонию нужно находить, в первую очередь, в себе самую, но не знаю, как там они справляются с чем именно. Гармонии не надо справляться. Гармония нужно просто позволить быть тут у вас противоречия. Я постоянно напоминаю самую себе, что есть люди, которым гораздо чаще лет в жизни, чем мне, тем не менее, не сдаются. Но это сравнить сравнение, вот, сравнивание себя с другими. Честно говоря, не обижайтесь, но самый примитивный способ как-то вот обрести комфорт, потому что сравнивать себя с другими людьми, ну, это прямой путь, я бы сказал, в определенной степени. Какая зависимость от этих самых других людей, вот, поэтому… Да, и игнорирование, игнорирование своего собственного опыта. Поэтому, на мой взгляд, вы делаете здесь ошибку. И ошибку, ну, достаточно серьезную. Как я думаю, вы взяли эту модель у своей мамы, может быть, у своих родителей. Вот, ну, то есть мы, значит, не только у мамы. Мобиль сравнивали с другими людьми. Себя. Вот. Повторюсь, ничего хорошего за то не выйдет. Потому что у вас в любом случае есть свой собственный опыт. Вы его, вот, свой собственный опыт, вы его просто игнорируете. Дальше. В последнее время перестал. Что-то изменилось в последнее время. Боюсь быть прочной, боюсь быть одиночеством. Но это, боюсь одиночества, это из детства, это непринятие себя. Так, чувствую, что лечу депрессию. Так, агрессия возникает у вас, это очевидно. У меня бороться ничем не нужно. Так, не знаю, Геннадий действительно хороший специалист. А живем в городской глубинке. Ничего не радует, ничего не тянет дальше к любимым книгам. Я готова работать над собой. Ну, Наталья, обращайтесь к специалисту, любому, кто понравится вам. И начинайте, начинайте работать. Я думаю, что в рамках работы со специалистом, может быть, вы сможете обрести себе и друга. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.